Для жителей городов-миллионников открою маленький секрет. За главной магистралью города бывает тоже жизнь. И наша программа в этом вам помогает убедиться. В прошлый раз мы были в Зеленодольске, а сегодня мы в другом городе. С вами программа Unnamed Road, меня зовут Роман Полинсков, и мы сегодня в Лаишево. Сейчас я нахожусь около собора, которому уже 113 лет. И что самое главное, данное здание бросается первым в глаза при въезде в сам город Лаишево. А еще это самая высокая точка в данном населенном пункте. В далеком 1888 году в городе образовалась внештатная женская общежительская община Святой Троицы. Через 7 лет община преобразуется в Свято-Троицкий монастырь. Существовал он на добровольные пожертвования и труды монахинь. Церковь Святой Троицы – главный храм монастыря. В 1888 году архитектор Федор Николаевич Малиновский подготовил проект этого храма. Вероятно, прототипом Троицкой церкви стал Морской собор в городе Кронштадте. А по архитектуре почти совпадает с Богородицей Скорбящинской церкви в Свияжске. В 1901 году началось строительство церкви, а в 1905 завершилось. Затем 6 лет проводились отделочные работы, и в 1911 году состоялось освящение Троицкой церкви. Но в 1928 году закрыли монастырь, а позднее и Троицкую церковь. Этому способствовала сложная ситуация в стране. Весной и летом 1921 года на Советскую Россию обрушилась катастрофа. Засуха и губительный голод охватил обширные территории Поволжья, Приуралия, Северного Кавказа, Украины и Крыма. В середине февраля 1922 года патриарх Тихон призвал церковно-приходские советы жертвовать на нужды голодающим драгоценные украшения, не имеющие благослуженного употребления. Вслед за этим 23 февраля 1922 года в ЦИК принял декрет о порядке изъятия церковных ценностей, находившихся в пользовании групп верующих. Начавшаяся реализация декрета привела к кровавым столкновениям представителей власти и верующих. В Троицкой церкви организовали машино-тракторную станцию, а кельи отдали под библиотеку. Спустя 62 года церковь с прилегающими постройками отдали верующим. Сейчас она носит название Собор Премудрости Божьей Софии или сокращенно Софийский Собор. Вот уже на протяжении пяти лет я живу на территории Республики Татарстан и никак не могу найти то место, которое отдаленно напомнит мне мой родной край, именно Краснодарский край Черноморской побережья. И вот сейчас я это место нашел. Камское море, друзья, в Лаишинском районе, которое с 2013 года принимает своих гостей и жителей. Можно сказать, этого нового города-курорта на территории Российской Федерации. А как он здесь образовался, узнаем прямо сейчас. Во-первых, место новое, ведь набережную открыли в сентябре 2017 года. А все новое вызывает интерес, особенно если это точка отдыха, где можно позагорать и поплавать. Тем более, что вход сюда бесплатный. Во-вторых, интерес вызывает множество любопытных арт-объектов. Например, какая-то изогнутая лавочка или торчащая из-под песка лодка. Просто огромное пространство для фото и видеосъемок. Мы тоже не смогли удержаться и решили вспомнить детство, отправившись в песочницу. Прямо сейчас, друзья, именно на данный момент, когда мы записываем эту программу, 18 июля 2018 года, проходит в вузах приемной кампании. Так вот, строительные вузы решили привлечь абитуриентов следующим способом. Прямо с детства, построив здесь такую замечательную строительную площадку. Здесь можно легко просто почувствовать себя в роли самого настоящего экскаваторщика. Я понял, что журналистика, оказывается, это был неправильный выбор. Лучше бы я пошел в строительный. По словам представителей набережной, в будущем году здесь планируют установить беседки для семейных пикников, окончательно оформить спортивную зону, построить пирс, дом рыбака с кафе, ресторан с террасой и бассейном, детскую площадку с фонтаном и многое другое. Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, металлов тверже он и высший пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Помните, кто автор данных строк? Если вы не помните, я вам напомню, это Гавриил Романович Державин. Сейчас вы спросите, а при чем здесь Лаишева и данный поэт? А об этом ты узнаешь далее в нашей программе. Город Лаишева часто называют центром Державинского края. В честь выдающегося русского поэта, родившегося в селе Сокуры, в несколько северне Лаишева. С 2003 года одна из городских площадей называется Державинская, и на ней установлен памятник поэту. А также районно-краеведческий музей в Доме народного творчества в Лаишево носит имя Державина. И угадайте, кому посвящена большая часть экспозиции музея. Именно здесь вам с любовью и трепетом расскажут о творчестве и всех этапах становления Гавриила Романовича как личности. У Дмитрия Ильича Нарбекова был сын Алексей. Он служил в Казанском гарнизоне. Его звали Держава. Так возник род Державинах. В 1660 году семья становится дворянами. Гавриил Романович присутствовал на экзаменах в 1815 году в сентябре месяце на экзаменах в Царско-сельском лицее. И принимал экзамены комиссии. Входит молодой человек в зал и читает стихи. Очень красиво, выразительно. И Гавриил Романович дремал, просыпается. И говорит, кто это читает? Ему говорят, Александр Сергеевич Пушкин. И можно сказать, что Гавриил Романович нам открыл нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Просили Пушкина вернуться, но Пушкин не вернулся. Он испугался. Он думал, что его будут ругать. Но было уже положено начало знанием, что у нас есть свой великий поэт. В этой небольшой часовенке в селе Сокуры в 18 веке обвенчались родители Гавриила Романовича. И по легенде, в честь этого события посадили дуб, который ныне является арт-объектом. Глобальные реставрационные работы в селе были проведены в 2016 году. Тогда было полностью очищено от мусора местное озеро, благоустроена набережная, восстановлена часовня, а также установлена стела памяти, посвященная Державину. Вполне традиционно на ней красуется цитата из его стихотворения «Памятник». Село Егорево примечательно тем, что ранее здесь находилась семейная усадьба Державина. В 2013-2014 годах администрация Лаишевского района решила привести в порядок данные имения, а именно отреставрировать церковь и перезахоронить останки родителей нашего поэта. Богоявленская церковь с соседними с Сокурами селе Егорево является памятником истории и культуры Республики Татарстан. Двухпрестольный храм построен в середине 18 века. На церковном погосте в 1753 году похоронен отец поэта Роман Николаевич Державин, а в 1784 году мать Фекла Андреевна Козлова. В настоящее время заканчивается реставрация кровли и фасада церкви. При археологических раскопках на месте захоронения родителей Гавриила Романовича Державина обнаружен склеп с захоронениями, проведена его очистка и реставрация. Место захоронения восстановлено в первозданном виде таким, каким оно было заказано самим Державином и простоявшим до 1916 года. На этом наше путешествие по Лаишевскому району и городу Лаишево подошли к своему логическому завершению. Большое спасибо вам за просмотр. Путешествуйте вместе с нами, с командой Unnamed Road. Меня зовут Роман Полинсков. Далее увидите еще более интересные путешествия. Ну а мы пока покатаемся на качельках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok